Сегодня у нас с вами разговорное занятие, и мы будем тренировать степени сравнения, тот грамматический материал, который мы уже с вами прошли, и времена, говоря о том месте, где мы живем. То есть, мы будем говорить о нашей квартире, об улице, о городе. То есть, вот так вот, с большого к маленькому, с маленького к большому. Но, перед тем, как мы с вами начнем, как обычно, мы проверим ваш перевод предложений, ваше домашнее задание, которое вы делали дома. Надеюсь, домашнее задание было несложным, и вы все сделали очень-очень легко. So, let's start. The first one. Number one. Как он выглядит? Он худощавый, но приятный внешности. Он не очень высокий, но имеет красивые темные волосы и большие серые глаза. He is not very tall, but he has. Или можно просто без he, but has. Красивые. Beautiful, dark, hair. Нашли слово темные? Dark, да? Beautiful, dark, hair. И красивые серые глаза. And big, grey eyes. Надеюсь, найти слово «глаза» было совсем несложно, да? Eye, глаз, eyes, глаза. Он самый красивый мужчина в нашем отделе. А мужчине, как мы говорим, красивый? Handsome, да? He is the most handsome man in our отдел. Мы с вами учили, помните, магазин, где много отделов? Department, да? Я говорила вам. So, he is the most handsome man in our department. He is the most handsome man in our department. Good. Number two, the second. Твоя подруга Мэри есть хорошенькая? Вот это «есть» в русском мы упускаем. Поэтому мы говорим, твоя подруга Мэри хорошенькая? Да, она стройнее, чем ее сестра и более грациозная. Да, и она есть более грациозная. Поэтому and is more graceful. Или можно без «из», можно просто «and more graceful». She is slimmer than her sister and more graceful. It's better to say and is more graceful. Она выглядит намного милее, чем много девчонок нашей группы. Выглядит «look», да? She looks намного милее, much lovelier than many girls, кого-чего нашей группы, of our group. So, she looks much lovelier than many girls of our group. Number three. Почему твой багаж такой тяжелый? Why? Почему есть твой багаж? Вот это «есть» мы поставим после «почему». Why is your luggage so heavy? Помните слово «такой»? И мы с вами говорили, что если мы говорим «потому что», тогда мы «so» поставим как «потому что». «So» имеет вообще много значений. Но здесь переприлагательное, я вам говорила, что если оно стоит перед прилагательным, то тогда оно как бы его преувеличивает, на нем делает акцент на этом прилагательном. Говорим «so beautiful», «so heavy». Why is your luggage so heavy? Ты, ты как бы, ты что, да? Ну, просто «ты взяла все платья и туфли, которые ты имела». Ну, мы бы сказали, да, «ты что, взяла все платья и туфли, которые ты имела?» В русском это могло бы быть и так. «Ты что, взяла?» Ну, вот это «что» в английском, ну, его не будет. Да, вот поэтому, чтобы вы знали. «Ты что, готовишь кушать?» Да, и вот мы будем вот это переводить просто. «Ты готовишь кушать?» «Did you take all your dresses and shoes which you had?» Которые ты имела, да? «Did you take all your dresses and shoes which you had?» Либо можно сказать «that you had which» – это «которые». Да, если вы нашли. Можно сказать «that» также сюда подойдет. «Нет, только самые красивые платья». «Нет, только самые красивые платья». «No, I didn't» можно, да, сказать. Раз он спрашивает «did», значит «no, I didn't». «No, I didn't only the most beautiful dresses». «Только самые красивые». «Only the most beautiful dresses». «Мои сумки такие же тяжелые, как и твои». Да, она отвечает, что они совсем не тяжелее, чем твои. Ты тоже туда набрал. Хорошенько. «Мои сумки такие же тяжелые, как и твои». «My bags». Кто написал «bags»? Тоже хорошо. Кто написал «suitcases»? Отлично. «My bags are as heavy as yours». Да, как «твои». Точка. Да, слово «сумки» не обязательно, нам не нужно говорить. «Как твои as yours». Абсолютная форма, помним с вами. Это мое, это твое, это ее и так далее. «So, my bags are as heavy as yours». «Нумер четыре». «Не езь в эту страну одна». «Донт», да, «не делай что-то». Вспомнили, как мы делаем повелительное предложение, когда мы делаем отрицание? «Не делай», «не открывай», «не ходи туда». «Don't go to that country alone». Нашли слово «одна». «Alone». «Alone» – это именно в одиночку, то есть без никого. Если же вы нашли слово «single», «single» – это будет обозначать, что я не замужем, у меня нет какого-то партнера. «I'm single». А вот если одна в одиночестве – это «alone». «Alone». «Don't go to that country alone». Это опасно, это очень опасно. «It is very dangerous». Это место более опасное, чем то, где ты была в прошлом году. «This place is more dangerous, чем то место», просто «than the place», или вам можно сказать «than that place», можно «that», можно просто «the place». «Then the place where you were» – «где ты была» – «when you were» – «last year». «Where you were last year». «Там есть много диких животных». «Там есть много диких животных». «There are» – где-то что-то находится, правильно? Вспомнили? «There are many wild animals». «Какое самое безопасное место в твоем городе?» «Какое самое безопасное место в твоем городе?» «What is the safest place in your city?» «Я не знаю. Боюсь, это моя квартира». «I don't know». «Боюсь». «I'm afraid this is my flat». «I'm afraid this is my flat» or «it is my flat». Так же возможно. «It is my flat». «Number six». «Какой самый счастливый день в твоей жизни?» «What is the happiest day in your life?» Либо можно сказать «of your life». «В кого чего твоей жизни?» Либо «in your life». «What is the happiest day in your life?» «The next». «Вчера мы ходили в самый лучший ресторан нашего города». «Yesterday we went to the best…» «Да, самый лучший!» «The best». «We went to the best restaurant…» «Кого чего?» «Of our city». «Yesterday we went to the best restaurant of our city». Или «of our town» можно тоже было написать. «Хотя он был такой же дорогой, как и ресторан, что возле нашего дома». «Хотя…» «So it was as expensive as the restaurant…» «Как тот ресторан…» «As the restaurant near our apartment house». «As the restaurant near our apartment house». Или можно могли написать «as the restaurant that is near our apartment house». Или просто «house». Здесь возможны варианты. Окей. Ну что ж, справились? Вы справились с поставленной задачей? Ну, надеюсь. Конечно же, вы справились. Все эти выражения, скажем так, все эти прилагательные, мы с вами, мы с ними с вами проходили, практиковались, работали. Вот. Поэтому, если вы дома еще раз просмотрели предложения, с которыми мы с вами работали, то домашнее задание вам было сделать совсем несложным. Вот. Главное – это сейчас, на данном этапе, это учить. Учить и отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Окей. Ну что ж, поэтому дома, пожалуйста, потренируйтесь. Try to train at home. Try to repeat these sentences for many, many times. Да? Старайтесь повторять эти предложения много-много раз, чтобы они отложились. Окей? Окей. Ну что ж, давайте будем с вами начинать новую тему. И сначала мы выучим с вами несколько вопросов, которые мы можем задать человеку о том месте, где он живет. Окей? Итак, как же нам спросить, где ты живешь? Вы-то все знаете. You know all this. Вы помните, что табличка должна быть перед вами. Табличка с временами. Не со степенью сравнения. Да? С степенью сравнения также. Но времена. Времена – обязательно туда смотрим. Где ты живешь? Обычно. Да? Where do you live? Where do you live? Как мы можем ответить? Например, я живу в Нью-Йорке. I live in New York. Да? Я живу в Лондоне. I live in London. Или там, да, просто город какой-то, где мы живем. Или же, если это небольшой городок, тогда еще сказать можно страну. Например, I live in New York in the USA. Say. Да? Кто не знает. So. Кто не знает, где находится Нью-Йорк. Итак. But. But. We can also say. Да? Ну, если человек знает, что вы уже живете, например, в Нью-Йорке, либо в каком-то городе. Уже человек знает. Тогда вы можете сказать, а ты где вообще живешь? Я в центре живу. Или, может, где-то на окраине. Правильно? Или, может, вообще в окрестностях города. So. Итак. Как вам сказать? Я живу в центре. Я живу в центре. Я живу в центре. It can be I live in the center of town. I live in the center of the city. То есть, здесь возможны варианты, да? Ну, просто I live in the center. Я живу в центре. Если человек знает уже, в каком городе вы живете. In the center. Да, это вы знаете. Также есть еще одна часть большого города, да, это, скажем так, деловая часть города, да, такая, скажем, business part of the city, it is called downtown, downtown, даже это не касается там маленького городка, да, не смотрите, что там слово town, вот, просто нет такого выражения down city, да, есть downtown, и это обозначает вот, деловая часть города, деловая такая часть, вот, so I live downtown, повторяем, I live downtown, да, down, это как бы вниз, да, town, это городок, как бы внизу городка, вот, ну, не обязательно вообще-то, I live downtown, да, downtown, I live downtown, она живет в деловой части города, She lives downtown, ты живешь в деловой части города? Do you live downtown? Они жили в деловой части города? Did they live downtown? Нет, мы не живем в деловой части города. No, we don't live downtown. Мы живем в центре. We live in the center. Мы жили в центре пять лет назад. We lived in the center five years ago. Еще. Окраина города, да, окраина. Это outskirts. Outskirts. На окраине города будет on outskirts. Смотрите, как его запомнить? Давайте будем ассоциировать. Out. Out – это что-то извне, да, out. Skirts. Вот мы с вами на следующее занятие, там, вернее, через одно, будем учить с вами shopping, да, shopping. И уже мы с вами будем учить слово skirt. Skirt – это юбка вообще-то, да. Но вот здесь outskirts. Смотрите, давайте будем, придумаем вот skirt, skirt, оно скатывается, что-то скатывается, да. Окраина. Вот представьте себе, осень, листья, и вот они куда? Ветер дует, 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 а в центре все скатывается куда? На окраину, правильно? И вот оно out, оно вообще отсюда забирается. Ай, убери ты эти листья вот тут, туда, на окраину. Они скатываются. Скатываются. То есть, но они skirt-ываются. Понимаете? Skirts. Запомнили? Outskirts. Сделали себе ассоциацию. Вот прям вы видите, как такой холм, вот, и они вот скатываются, скатываются, скатываются. Вы говорите, о, outskirts. И вот там дома так расположены на окраине города. Да? Он живет на окраине. Does he live on outskirts? Он не хочет жить на окраине. He doesn't want to live on outskirts. Он хочет жить в деловой части города. He wants to live downtown. Видите, здесь без ничего, без предлога. He wants to live downtown. But on outskirts. In the center. Смотрите, еще тут тоже легко запомнить. In the center. Вы ведь в центре живете, правильно? Вот как будто в самом центре. Downtown – это вот где-то, где деловая часть города. Да, неопределенно. То ли в, то ли на. Поэтому вообще зачем туда какой-то предлог? Просто downtown. На окраинах. Вот они, окраинки такого, как хлебушка. Вот. И вот вы там вот прям живете. Прям светили ножки и живете on outskirts. Да? Сделали себе такую яркую картинку, как этот город в виде пирога. Вот. И вот там вот светили ножки и живут on outskirts. On outskirts. Пригород. Окрестности. Окрестности города. Это suburb. 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 Смотрите. Как, опять же, ну, будет in suburb. В пригороде. In suburb. Как нам, давайте попробуем сделать ассоциацию. Потому что вот эти слова, они достаточно часто употребляются, когда мы спрашивают where do you live. Если человек знает, в каком городе вы живете. So. In suburb. Я сам бобы собираю. Да? Представили себе пригород. Частные домики. Бобы растут. Бобы такие высокие-высокие. И вы говорите, а я же, а я сам бобы собираю. Я сам собираюсь. Вот как, знаете, вот в сказке там, вот на этот бобовый росток. А вот. И вот я вот собираюсь. Са-бэр-бз. Повторили. Са-б-б. Сам боб. Сам бобы. Бобы срываю. Да? Са-бэр-бс. In suburb's. Потому что я живу вот прям в пригороде, прям вот в этих вот поселочках. И вы вот представили себе, как эти поселочки там бобы. Са-бэр-бс. Са-бэр-бс. Угу. Са-бэр-бс. Окей. Ты где живешь? Я живу в окрестности. Where do you live? I live in suburb. Он живет в окрестности? Он живет в окрестности. Does he live in suburb? Нет, он живет в деловой части города. No, he lives downtown. Он не живет на окраине. На окраине города. He doesn't live on outskirts. Он живет в окрестностях. Он живет в пригороде. He lives in suburb. Угу. Запомнили? Так. Пригород... Translate. Пригород нашего города – это самое тихое и безопасное место. Пригород, да, какой-то нашего города. The suburb. Чего? Нашего города. Of our city. Есть самое тихое и самое безопасное. Is the quietest and safest place. Ну, вот нашего города уже не надо, потому что у нас есть в начале, да? The suburb of our city. Здесь уже понятно. Деловая часть города обычно такая же шумная, как и центр. Деловая часть города обычно такая же шумная, как и центр. The downtown, или если мы говорим в общем, да, здесь мы говорим в общем, просто downtown. Downtown, downtown of the city, либо of a city, какого-то, да? Downtown of a city is usually, обычно, is usually, as noisy. Вспомнили слово шумный. Noisy. Is as noisy as, как его, города, да? Как его центр. Его. It's. As its center. Now, let's repeat. Downtown of a city is usually, as noisy as its center. Ей нравится жить на окраине города. Ей нравится жить на окраине города. Нравится, что делать, да, процесс. She likes living on outskirts. She likes living on outskirts. Она может наслаждаться городом и природой. Она может наслаждаться городом и природой. She can наслаждаться. Enjoy. She can enjoy городом, the city, да? She can enjoy the city и природой. Природа – это nature. She can enjoy the city and nature. Либо, если мы не знаем, да, какой-то город, вообще она может наслаждаться городом. She can enjoy a city and nature. Все зависит от того, мы знаем, на каких окрестностях города она живет или нет, да, какого именно города. Она не хочет жить на окрестностях или в пригороде. Она не хочет жить в окрестностях или пригороде. Она думает, что это, что упускается, она думает, что это так же тихо, как и в лесу. Она думает, что это так же тихо, как и в лесу. То есть, жить на окраине города или где-то в окрестностях. Она любит центр. Она думает, что это так же тихо, как и в лесу. Она хочет жить в центре или в деловой части города. Как бы вы задали вопрос, да, вот здесь мы задавали вопрос, where do you live? И мы отвечали на него, да, отвечали на него, если мы говорим не просто, мы живем в каком-то городе, да, название этого города, но еще и где именно. В центре, в окраинах. В центре как будет? In the center. В деловой части? Downtown. Да, без предлога. На окраинах – это on outskirts и в пригороде – in suburbs. Запомнили. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Где… нет, что лучше? Что лучше? Жить в квартире или в частном доме? Что лучше – жить в квартире или в частном доме? Что есть лучше? What is better? What is better? Жить в квартире, да, вот что делать? Будет to live. Да? To live in an apartment. Вообще в квартире. To live in an apartment. Или в частном доме. Or in a private house. Repeat. What is better? To live in an apartment or in a private house. Мне нравится жить… Отвечаем, да, например. Мне нравится жить в квартире. Мне нравится. I like. Да? Я наслаждаюсь. I enjoy. Все равно будет living in an apartment. I enjoy living in an apartment. I like living in an apartment. I like living in an apartment. Я предпочитаю ходить в кино, театры и галереи. Предпочитать. Кто помнит? Это слово prefer. Помните? Слово prefer, оно такое же, как enjoy. Нам нравится что-то делать. Процесс. Я предпочитаю ходить в кинотеатры, to the cinemas, театры, theatres и галереи. And galleries. Помните, да, интонация? I prefer going to the cinemas, theatres and galleries. И упали. Я думаю, это очень удобно. То есть жить в квартире, да? Я думаю, это очень удобно. Удобный. Comfortable. Еще. Suitable. Помните? Здесь нам подойдет и слово comfortable, и слово suitable. Comfortable, так как очень комфортно, да? То есть есть какой-то комфорт. Suitable – очень удобно, потому что можно ходить в галереи. So, как нам сказать? Это очень удобно. It is very suitable. Or it is very comfortable. Yeah? Okay. Другой отвечает. Я предпочитаю жить в частном доме. I prefer living in a private house. Private. Повторите. Private. Private. In a private house. In a private house. I prefer living in a private house. Я предпочитаю жить в частном доме. Или, можно сказать, частный дом лучше. Частный дом лучше. A private house is better. A private house is better. Там есть много комнат, где ты можешь проводить время. Как будет проводить время? Провести? Spend. Spend time. Spend time. Запишите себе где-то и постарайтесь запомнить. Spend time. Spend time. Spend – это и проводить, и слово тратить. Потому что, если мы говорим о деньгах, то также spend money. Запомнили? So. Там есть много комнат. Где-то что-то. There are. There are many rooms. There are many rooms, где ты можешь проводить время. Where you can spend time. There are many rooms, where you can spend time. Where you can spend time. Соседи живут далеко от тебя. Помните слово «это далеко отсюда»? Как мы переводим выражение, а не слово, выражение. Это далеко отсюда? Is it far from here? Помните? Is it far from here? Это далеко? Когда мы с вами учили directions. Вот так вот далеко. Far from. Far from. Отсюда. Far from here. И теперь «соседи живут далеко от тебя». The neighbors или просто, да, то есть имеется в виду твои соседи какие-то конкретные. Или можно просто. Соседи живут далеко от тебя. Neighbors live far from you. Neighbors live far from you. Это намного комфортнее, чем жить в квартире. Это намного комфортнее, чем жить в квартире вообще. Окей. Что есть лучшее? Опять же, что есть лучшее? Жить в городе или в поселке? В деревне. Итак, деревня – это слово «вилледж». Повторяем. «Вилледж». «Вилледж». Это не «вилледж», да, не «ви», оно как будто «и», «вилледж», «и», «и», «вилледж». Улыбаемся. Итак, что лучше – жить в городе или в деревне? Человек думает, говорит, я думаю, безопаснее жить в селе, чем в городе. Я думаю, безопаснее жить в селе, чем в городе. I think it is safer to live in a village than in a city. Видите, здесь получается безопаснее, чтобы что-то делать, чтобы жить, да, безопаснее что-то делать, непределенная форма глагола. Поэтому «делать» – «to live to». So, I think it is safer to live in a village than in a city. В городе сложное движение. Что-то где-то есть. В городе сложное движение. В городе есть сложное движение, да, но мы это есть, допускаем. Движение, помним? Сложный. Мы учились с вами на прошлом занятии. Легкий как будет? Easy. А сложный? Difficult. Да? Easy and difficult. Итак, в городе сложное движение. There is difficult traffic in the city. Да, если говорят о каком-то конкретном городе. Если же просто говорят «в городе вообще», да, в большом городе сложное движение, тогда… There is difficult traffic in a city. Но в городе обычно много магазинов. Но в городе обычно много магазинов. But в городе, давайте поставим наперёд. In a city, да, в любом городе. But in a city. А есть обычно много магазинов. There are usually, there are usually many shops. А поэтому легче купить более дешёвые и лучшие вещи. То есть поэтому это есть, да, легче купить более дешёвые и лучшие вещи. Поэтому so, да, кто помнит so, кто помнит that's why. That's why. So, или that's why – это есть легче. It is easier, чтобы купить. It is easier to buy. Теперь более дешёвые. Какие? Cheaper and лучше. Better. Вещи. Вообще всё, что угодно. Это things. Thing. Повторите. Thing. У нас уже было это слово. Thing. Thing. Things. Это все вещи, что можно себе только представить. Да? И вещи, которые можно носить. И какие-то там небольшие побрякушки. И игрушки. Ну, всё, всё, абсолютно все вещи, которые нас окружают. Вот всё можно назвать thing. Даже чувства можно назвать thing. I like this thing. Да? Ой, мне это нравится. То есть, for example, I'm in love, я влюблён. And I like this thing. Да? И мне это нравится. Или можно сказать просто I like it. Ну, вот слово thing, чтобы вы запомнили, что thing – это всё-всё-всё-всё. Что-то, да, какая-то вещь. So. So. It relates a bit. So. It is easier to buy cheaper and better things. Вот вы запомнили, да, что если мы хотим сказать легче что-то сделать, труднее что-то сделать, да, то мы либо там безопаснее не ходить туда, да, вот тогда мы говорим It is more difficult to cook. It is easier to cook. It is safer to stay at home, например, да, остаться дома. Or it is better to book the hotel beforehand, да. It is safer to go to the hotel beforehand. It is cheaper to make a reservation, да, дешевле сделать заказ, да, зарезервировать номер, да, и так дальше. То есть, когда мы говорим, да, это есть, да, это дешевле, да, здесь нету чем, да, здесь просто, это дешевле, например, поехать в магазин и купить самому, нежели кого-то попросить, да, делать это через посредника, например, и заплатить ему. Вот, поэтому вот это дешевле, это, 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 понятно? Очень часто просто в русском языке мы упускаем вот это это, просто, ты знаешь, дешевле нам поехать с тобой, например, вместе и это сделать, да. Вот на английском это должно быть It is cheaper. Вот It is, это как формальное, помните, мы с вами говорили, это формальное подлежащее, которое вот нас вводит туда, нам помогает поставить какое-то прилагательное, да, вот, которое вот нам формирует это предложение, окей? Ну что ж, договорились. Now let's imagine, imagine the street, the street, where your friend lives. Let's talk about my friend, yeah? So, let's imagine the street, давайте представим, да, помните? Let's go, let's, да, вот это давайте. Let's imagine, давайте представим улицу, where my friend lives, где живет моя подруга, да? So, ну, friend, вы помните, подруга и друг одинаково. So, а, итак, переводим. Моя подруга живет в лучшем месте Братислава. Братислава, так и будет, да, Братислава, Братислава. Моя подруга живет в лучшем месте Братислава. My friend lives in the best place of Братислава. Она живет в квартирном доме, да, в доме, недалеко от центра. Она живет в доме недалеко от центра. Но это место, но это место есть тише и безопаснее, чем центр. Брат, да, но, Брат, это место. This place, тише, is quieter and safer than the center. Там есть много деревьев и большая площадь с памятниками. Вот памятники, монументы, да, они такие будут. Монюменты, монументы. Да? Монюменты. Повторите. Монюменты. Монюменты. Итак, там много деревьев и большая площадь с монументами. Она любит гулять там со своим мужем и маленькими детьми. Маленький, как будет? Small. Она любит гулять там с своим мужем и маленькими детьми. She likes процесс. Walking there with her husband and small children. Рядом с площадью, да, рядом с площадью, есть один маленький, есть одно маленькое французское кафе. Рядом, да, рядом, near, недалеко, да, рядом с площадью, есть одно маленькое французское кафе. There is one small French cafe возле площади, near the square. There is one small French cafe, near the square. Для нее это самое лучшее кафе. То есть для моей подруги, да? Это самое лучшее кафе, для нее мы будем переводить. It is самое лучшее, the best. It is the best cafe для нее, for her. It is the best cafe for her. The best cafe for her. Она любит его очень сильно, хотя оно немножко дороже, чем другие кафе. Она любит его, это кафе, да? Она любит его очень сильно, хотя оно немножко дороже, чем другие кафе. She любит. She likes it very much. Здесь мы можем сказать, she loves it very much. She likes it very much или she loves it very much. Хотя оно немножко дороже. Хотя, though, it is a bit more expensive than другие other, other than other cafes. Те новые слова, которые у нас будут появляться в процессе, те новые слова, которые у вас появляются в домашних заданиях, выписывайте их себе куда-то в записную книжку, на карточке. И если вы работаете по карточкам, да, очень хорошо я вам говорила работать по карточкам, если же вы избрали там записную книжку, да, вам так удобнее, чтобы оно все было в одном, вот, записывайте туда. Главное – это их записывать туда и их просматривать, просматривать, потому что мы все равно, мы их будем встречать. Вот, именно поэтому и вам их нужно выучить. Вот, т.е. нужно, чтобы вы зрительно-зрительно с ними поработали и проговорили их. So, let's repeat once again. It is the best cafe for her, yeah? She likes it very much, though it is a bit more expensive than other cafes. Но мороженое и пироги – там самые вкусные в городе. Но мороженое и пироги – там самые вкусные в городе. Пирог будет как? Торт, пирог, кейк. Мороженое – айскрим. Т.е. мы будем так и переводить. Но мороженое и пироги есть самые вкусные в городе, там. But, да, хоть оно и немного дороже, да, но. But ice cream, либо an ice cream, да, если берем порцию. But ice cream and cakes. Здесь мы берем мороженое в общем, да. But ice cream and cakes are the tastiest. Помню слово вкусный. Tasty. Самый вкусный. The tastiest. But ice cream and cakes are the tastiest in the city there. That are the tastiest in the city there. Их квартира находится позади музея. Их квартира находится позади музея. Their apartment is позади. Behind the museum. Там есть большая церковь за музеем. Т.е. следующее за музеем есть большая церковь. There is... да, что-то где-то находится. There is... большая. A large... церковь... church. There is a large church... Следующее за музеем. Next to the museum. Поэтому эта улица очень тихая и зеленая. Поэтому эта улица... улица именно, да, очень тихая и зеленая. So... или... That's why this street is very quiet and green. So this street is very quiet and green. Very quiet and green. Давайте пойдем в квартиру Вики. Да, по направлению. Давайте пойдем. Как будет? Давайте пойдем. Let's go. А вот смотрите, как мы переведем квартира Вики. Да? Мы можем сказать the apartment of Вики. Но так не говорят. Мы можем сказать, например, the apartment of my neighbor пойдет. Да? The apartment of my friend пойдет. Но если у нас есть имя, да, квартира Вики, квартира Олега, там, проект Бориса, не говорят the project of Boris, да, а есть совсем другое правило. Смотрите. Если нам нужно перевести, что какой-то предмет, да, вот эта принадлежность предмета, какой-то предмет принадлежит какому-то человеку, какому-то объекту, да, и смотрим. Если этот объект, вот он в единственном числе, в данном случае берем Вики, Олег, да, какое-то имя, то сначала мы берем, кому принадлежит этот предмет. То есть, например, это есть квартира Вики. Да? Это есть квартира, да, this is, потом кого, как будто Викина квартира. Да? It is Vicky's apartment. It is Vicky's apartment. Уже здесь не может быть никаких артиклей. Потому что мы уже его обозначили, правильно? Зачем артикли? Артикли нам дают какую-то информацию, чтобы нам обозначить любой предмет или какой-то конкретный. Но если мы говорим квартира Вики, куда же уже конкретнее, правильно? Вот поэтому мы и говорим. It is Vicky's apartment. It is Vicky's flat. Repeat. Вот этот, как будто мы ставим апостроф и с. Апостроф с. И еще один пример. Это машина Олега. This is Олег's car. This is Олег's car. Это проект Боба. This is Bob's project. Это проект моей сестры. This is my sister's project. Или здесь можем сказать This is the project of my sister. Но вот лучше сказать My sister's project. Вот если, да, что-то такое вот небольшое. Проект моей сестры, да? Что-то небольшое, то мы можем к ним присоединить вот этот поставить апостроф с обязательно. Вот этот апостроф с, это показывает, что дальше этот объект, он будет принадлежать. Вот отсюда мы говорим Имя моего друга Вики. Моей подруги Вики. Мы не говорим The name of my friend is Вики. Мы можем так сказать. Можно. Можно. Вас поймут. The name of my friend is Вики. Но вот это The name of my friend is Вики. А так My friend's name is Вики. Да? Так звучит короче. И проще. Все, мой друг. С поставили. Name без никаких артиклей, без никаких офф, без ничего. Вы знаете, что чем короче, скажем так, форма, да, тем она лучше употребляется в разговорной речи, да? Вот. Идет все-таки тенденция к сокращению. Вот. Поэтому давайте будем приучать себя, да, как говорить правильно. Вот. Поэтому будем с вами говорить так. Имя моего друга Олег. My friend's name is Олег. Это платье моей бабушки. Бабушка. Grandma, да? Или grandmother. Либо granny, да? Вот давайте скажем granny. Это именно бабушка. Да, бабуля. Это будет granny. Это платье моей бабушки. This is my granny's dress. This is my granny's dress. Granny's, да, dress. Окей. Хорошо. Итак, давайте пойдем в квартиру Вики. Let's go по направлению. Let's go to Vicky's apartment. Let's go to Vicky's apartment. Или let's go to Vicky's flat. И вот сейчас мы с вами будем рассматривать, что же у нас есть в квартире. Мы с вами немножко описали город, да, какие части, скажем так, этого города, где можно жить. Мы с вами немножко, мы уже знаем, как описать улицу. Я живу в таком-то районе, это-то находится возле моего района, я люблю проводить время там-то. А вот кафе это дороже, да, это самое лучшее кафе. Вы уже можете рассказать. Вот вы уже попробуйте рассказать о месте, где вы живете. Да? Это будет ваше домашнее задание. Рассказать о том месте, где вы живете. Это же вы в таком-то городе, а именно там-то. Да? Вот что находится в вашем районе. Что есть рядом с вашим домом. Вот. Может, какие-то там достопримечательности. Полностью-полностью опишите все, что находится рядом с вашим домом. Где вы любите проводить время. Вот. Where you like to spend time. Почему? Да? Потому что it is better, it is cheaper, it is quieter, it is safer. Да? Или it is much more safer. Да? Или it is the safest place. Or maybe it is dangerous. Вот. И так дальше. Вот. Вот видите, вы уже можете объяснить, почему вам нравится этот предмет или этот предмет. Так. И сейчас мы с вами научимся описывать нашу квартиру. Итак. What rooms are there in Vicky's apartment? What rooms are there in Vicky's apartment? Итак, какие же комнаты есть в квартире у Вики? Да? Вот мы задаем вопрос. What rooms are there? Да? Есть там. Что-то где-то находится. What rooms are there in Vicky's apartment? Вот по-другому мы никак не можем задать этот вопрос. Разве что мы можем сказать, что what rooms does, имеет, да? Сейчас будем говорить, does Vicky's apartment have. Это получается, какие комнаты имеет квартира Вики? Видите? Ну, мы можем так сказать, нас поймут, да? Что квартира имеет какие-то комнаты. Как будто она ими владеет этими комнатами. Ну, ведь лучше так сказать. What rooms are there in Vicky's apartment? Да? Какие там есть комнаты? Все. Да? Все очень просто. Поэтому конструкция there is, there are, возможно, она немножко такая запутанная для некоторых людей. Потому что, ну, как бы, были, да, студенты, которые говорят, ой, ну, вот что-то вот это there is вообще, ну, как-то так забывают о ней. Вот, потому что именно в русском мы у нас, ну, нет, да, мы просто говорим, там есть это, все, да? Вот, или там в парке есть много людей, да? В парке много людей, мы даже есть не говорим. В парке много людей. И людей и переводят. In the park many people. Все. In the park many people. Да? Но с англий, с точки зрения английского языка, это грамматически неправильно. Окей. So, what rooms are there in her apartment? Итак, a bedroom. Повторяем. Bedroom. Bedroom. Bed. Bed. Смотрите, разница. У нас есть слово bad. Повторите. Bad. Bad. Это плохой. Угу. Оно пишется вот так вот, вот как вы сейчас видите. Bad. Here is bad. Он плохой. Да? It is a bad car. Это плохая машина. This is a bad apartment. Да, это плохая квартира. Ну, это bad. Это же у нас bedroom. 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 Спальня. Потому что bed – это кровать. Bed. Кровать. Поэтому, видите, очень важно выдерживать широту звука, как я уже говорила, долготу звука. Вот, потому что там можно сказать, it is a bad room. It is a bad room. Да, это плохая комната. Вот, вот когда мы скажем, it is, oh, no, it's a bad room. Это плохая комната. Or, it's a bad room. Видите, разница? Bed room and bedroom. Вот. Вот. И, 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 и. А будет звучать, звучать, ну, как бы, оно должно звучать по-разному. Но если вы его будете, не будете выдерживать вот эту широту звука, то тогда у вас будет то ли плохая комната, то ли спальня. Будет уже все зависит от контекста. Вот. Вот, поэтому приучаемся себя говорить правильно. Bed room. Bed room. Спальня. A living room. Living. Смотрите, live – это что делать? Жить. Да? Жить. Living. Как будто живущая комната. Что такое комната живущая? Да? Это где? Это гостиная. Правильно? Как правило, все, да, все заходят в спальню там, чтобы, только чтобы переодеться и чтобы лечь спать и встать. Правильно? Вот. В основном все в гостиной. В гостиной общаются, вот, пить чай и так дальше можно, да? Вот. Поэтому living room – в ней живут. Это комната, где живут. Она живущая комната. Living room. Повторите. Living room. This is a living room. This is a living room. Это гостиная. A bathroom. A bathroom. Bath. Bath – это ванная. Вообще слово bath – это сама ванная, да, которую мы набираем полную, лежим, расслабляемся. Вот это bath. 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 Окей. Как можно запомнить, представьте, что у вас в ванной, там что? У вас не в ванной. У вас… Или там, смотрите, можно две ассоциации сделать. Или там бассейн, да, и вы говорите «бассейн», но он делан в виде ванной. Это «басс». Или же другая ассоциация, когда, помните, мы с вами ассоциировали со словом автобус, да, автобус ассоциировали со словом бассы, да, то есть вы заходите, там бассы такие, а вот и вы едете, и прям вот музыка, музыка очень играет. Вот точно так же в ванную, вы заходите, а там музыка, там вот колонки, вот прям бассы, они на всю ванную, вот, поэтому bathroom, вот представьте себе, да, bathroom, bathroom, да, room, комната. The next. Kitchen. Kitchen. Kitchen – это кухня, да, kitchen. Kitchen, 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 kitchen. Смотрите, как мы можем запомнить это слово «кечен». Давайте придумаем вам опять же ассоциацию, да. Так, кухня. Вы заходите и видите, открываете холодильник, а там кефир, и он течет, этот кефир. Он кефир, кефир, вы говорите «кефир течет», да, и только слышите, а ваш, например, муж, который сидит в гостиной, и только и слышит, что кефир течет, да, и он только слышит «ки течет», кей-чен, кей-чен. Повторите, кей-чен. Представьте себе вот эту картину, когда вы открыли, и вот этот кефир, он течет прям рекой, целая река, и вы видите, что вся кухня прям просто в этом кефире, да, потому что это кей-чен. Там кефир, и он течет, и получается кей-чен, кей-чен, да, оттуда часть, и оттуда. Кей-чен, если вы запомните кефир, что он течет, да, это кей-чен, 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 да, кей-чен, повторите, кей-чен. Кухня Вики, да, как сказать кухня? Кухня Вики. Вики-с кей-чен, спальня Вики. Вики-с бедрум, гостиная Вики. Вики-с ливен-рум, ванная комната Вики. Вики-с бедрум, да, Вики-с бедрум. Когда мы говорим с вами Вики, мы перекусываем губу. В, в, Вики, Вики, Вики-с бедрум, Вики-с бедрум. Угу, запомнили? Окей, а теперь скажем. Кухня Вики очень современная. Вот слово современный, сейчас мы выучим с вами, это слово моден. Вот, да, мы говорим модернизировать. Да, стиль модерн. Почему он модерн? Потому что он современный, правильно? Вот и слово современный в английском языке, это слово моден. Мо-дэн-р не читается. Моден. 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 Угу. Кухня Вики есть современная. Вики-с китчен, из моден. Теперь другое. Кухня Вики такая же современная, как и ее гостиная. Вики-с китчен, есть, из, такая же современная. Кухня Вики-с китчен, есть, из моден, as her living room. Когда ты убирал в своей кухне? Когда ты убирал в, да, в средине, в, в своей кухне. Вики-с китчен, when, убирать, clean, clean. Когда ты убирал. When did you clean in your kitchen? А помните, мы с вами говорили, что если мы убираем что-то, то тогда мы вот это in, мы как бы убираем, да, и мы говорим, clean, she cleans her room. Да, не in her room, а просто she cleans her room. Вот, поэтому, да, давайте будем сразу же, да, приучаться к вот этому, что упускаются, да, какие-то части предложения. Вот мы будем говорить. When did you clean your kitchen? Ты когда убирал свою кухню? When did you clean your kitchen? Она немножко грязнее, чем обычно, да, грязнее. Она немножко грязнее, чем обычно. Грязный – это слово dirty. Dirt, да, dirty. Помните, это слово мы учили с вами? Dirty. Clean – это чистый. Dirty – это грязный. И clean – это также убирать, да. Вот, наводить чистоту, скажем так. Вот dirt – грязнее. Dirtier. Dirtier. Yeah, dirtier. Итак, она немножко грязнее, чем обычно. Немножко. It is a bit dirtier, чем обычно, than usually. It is a bit dirtier, than usually. Мне не понравилась спальня. Мне не понравилась спальня. I didn't like... Тасп именно, да, конкретно. I didn't like the bedroom. I didn't like the bedroom. Она была меньше, чем я думал. It was smaller than I thought. It was smaller than I thought. Ванная комната Вики очень светлая. Вот слово тёмный – это dark, а светлый – light. Как свет, да. Свет – light. Light. И вот светлый – это также light. Итак, ванная комната Вики очень светлая. Вики с баатрум is very light. Вики с баатрум is very light. Она светлее, чем моя. Имеется комната. Она светлее, чем моя. Вики с баатрум – это лаатрум. It is lighter than mine. Итак, спальня – bedroom. Кухня – kitchen. Ванная комната – bathroom. Гостиная – living room. Вспомнили, да, вспомнили. Хорошо. Хорошо, вспомнили и запомнили. Окей. Ну что ж. What things can we find in these rooms? Что же мы можем найти в этих комнатах? Yeah? So, let's speak about furniture. Что такое furniture? Furniture – это… Видите, оно пишется «фурнитура». Но это не фурнитура, это мебель. Да? Это мебель. Фурнитура. Попотребляем. Фурнитура. 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 Да? Как бы ничейная она. Это фур. Да? Вот это фурнитура – ничейная оно. Вот что-то, какая-то мебель. Да? А вот как будто вы видите какую-то мебель и говорите «Ой, фурнитура». Ничейная – это мебель. Вот она вот здесь вот стоит, и уже такая, вид у нее не очень хороший. Вот. Но это мебель. Представьте себе, да? Или вы заходите в комнату, и там мебель такая, ну, ужасная, уже там пыли куча. Вот. И паутина уже не видно. Но вы говорите «Фур». Ну, вот ничейная она, поэтому она такая стоит. Да? Вы говорите «Фур». Ничейная она. Фурнитура. Да? Вот, запомнили? Фурнитура. Повторите. Фурнитура. Фурнитура. Окей. So, of course, it's not... We can't take all the words that can be connected with furniture. Because, unfortunately, we don't have so-so-so many-too-many time. But, at home, you will work with more words, you will work with schemes, you will have pictures and the words which are connected with some certain room. Итак, конечно же, к сожалению, мы не можем с вами взять очень-очень много слов и все слова, которые будут связаны с мебелью, потому что вы же понимаете, что их очень-очень много. Мы с вами возьмем, скажем так, такие main things, главные вещи, которые мы можем найти практически в любой комнате. Но дома вы будете работать со схемками и картинками, где там каждая картинка и на ней много-много-много всяких вещей, которые мы можем найти в какой-то конкретной... certain room, да, в какой-то конкретной комнате. Certain – это конкретная, да, определенная, скажем так, а в какой-то определенной комнате. Вот, поэтому... at home you will work with words that you want to know, that you want to learn, or that you need. But today we will talk about some words that are general for all these rooms. Окей? Итак, думаю, вы будете работать с теми словами, которые вам нужны, которые вы хотите выучить. Сейчас же мы с вами поработаем с такими общими, general words, да, с общими словами и предметами, которые мы можем с вами найти в этих конкретных комнатах. Окей? So, the first – a bedroom – спальня. Как я вам уже говорила, кровать – это будет a bed. Bed, да? Bed. Коврик. Коврик. Каппет. Каппет. Представьте, вот в спальне, она находится, например, на втором этаже, да, под крышей. Под крышей. Ну, с чем ассоциируется слово каппет, да? Каппет, каппет, оно каппет, каппет. Что-то на ваш коврик. И вы слышите, так только лежите, если не слышите капп на коврик. Капп. И это каппет, оно, да, каппатит. Вот, вот это каппет, капп, капп, да, каппет. И вы видите, что весь ваш коврик, он сразу же вот как кап, так и он покрывается каком-то таким красками. Видишь, ваш коврик становится разноцветным. Вот, потому что кап, каждая капля, она отбивается на вашем коврике другим цветом. Да, и вот он становится каппет, каппет. Повторите, каппет. К, не забываем к и п. Каппет, каппет. Видите, здесь к, п, т. Все с придыханием. Каппет, каппет, a каппет. Большой коврик. A big каппет, маленький. A small каппет, дорогой коврик. An expensive каппет, дешевый. A cheap каппет. Аж какой еще может быть красивый коврик. A beautiful каппет. Beautiful каппет. Итак, следующие занавески. Curtains. Смотрите. Curtains. Curtains. Curtains – это шторки. Шторки – это curtains. Смотрите, как интересно пишется. Curtains, да? Куртизанка. Вот вы привели домой куртизанку, и вам нужно шторки задернуть. Задернуть, чтобы никто не видел. Ну, это к мужчинам, конечно. Чтобы никто не видел. А вот и шторки, вот вы так думаете. О, curtain. Вот она. Вот здесь вот curtain. Это curtain. А я сейчас тут так раз и задерну шторки. Запомнили? Яркую такую ассоциацию себе сделали. И запомните, что это только они не курти, да? Не куртан, а они curtain. Да? Потому что они еще и котятся, да? Там скатываются, например. Катиться. Curtain. 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 Повторите. Curtain. 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 В шторке. Окей. The next. A wardrobe. 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 Wardrobe – это шкаф. Шкаф. Да? Смотрите. Это также и шкаф, и гардероб. Это тоже wardrobe. Например. I have a large wardrobe. У меня огромный гардероб. Имеется в виду вот тут именно шкаф, плотяной шкаф, где вы собираете весь ваш гардероб. Вот. Но поэтому говорят wardrobe – это то же самое, что гардероб. Угу. И шкаф. Wardrobe. Wardrobe. Угу. The next. Ну, можно много ассоциировать, как запомнить, да? Например, дробовик там может стоять, да? Вот, ружье. А, и там он, дробовик. Вот. Вот вы говорите, вот дробовик у меня хороший. Он стоит там в шкафу. Вот, и он – wardrobe. 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 Водробь там хорошая, да? А вот. Вот так же можно ассоциировать. Почему нет? Wardrobe. Главное, чтобы вы запомнили. The next. A lamp. Вот здесь очень легко. Просто не ламп, да? А лээ. Lamp. A lamp. Это лампа. Lamp. Зеркало. Mirror. Почему оно – mirror? Смотрите, какое красивое слово. Mirror. Вот скажите – mirror. Милая ты мое. Милая моя розочка. Это вы к себе обращаетесь. Милая розочка. Mirror. Да? Вот такая я красивая, как роза, цвету. И это можно увидеть только где? Конечно же, в зеркале. Где можно увидеть милее розу, чем я? Вот. Mirror. Милая роза. Mirror. Повторите. Только не mirror. Да? Потому что уже похоже на террор. Вот. А здесь уже – mirror. М-и-р-оу. Да? М-и-р-оу. Ну, или можно там… В зеркале можно весь мир увидеть, например. Да? Весь мир отражается в твоих глазах, и это только все в зеркале. Вот. Видите, сколько ассоциаций. Вот. М-и-р-оу. Угу. Запомнили. Это у нас bedroom. Bedroom. So. А еще раз. Кровать. A bed. Коврик. A cupid. A cupid – шкаф. A wardrobe. Занавески. Curtains. Curtains – зеркало. Mirror. Mirror. Да? Лампа. A lamp. Вот такая у нас скромная комнатка. A bedroom. Окей. The next. Гостиная. Гостиная как будет? A living room. A living room. Там мы можем найти книжный шкаф. A bookcase. Смотрите. Кейс для книг. Да? A bookcase. Bookcase. Вот это «к», оно сливается, получается «bookcase». Bookcase. Опять же, коврик мы можем найти, да? Как будет коврик? A cupid. Ну, смотрите. Cupid – это половичок. Да? Такой вот коврик себе. Как будто половичок. Еще у нас есть такой толстый половичок. Вот, то есть толстый коврик. Вот когда мы хотим сказать, вот у меня вот не просто половичок такой себе, а у меня там такой толстый ковер. Вот. Это rug. Rug. Каждый себе сделал какую-то ассоциацию, что можно делать на этот rug. Вот. Но все, что угодно. Вот. Rug. Просто rug. Угу. Окей? Rug. Запомните, да, что такое толстая rug. The next. Sofa. 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 Sofa – это диван. Диван – сафа. Да? Вот мы знаем сафа, а этот диван даже такой мягкий, супер-супер, комфортный. Вот это sofa. Sofa. Да, запомнили? Sofa. Sofa. Подушечки. Подушечки на диване. Они называются cushions. Почему? Потому что на них можно кушать. Да? Вы сидите на диване и думаете, ну куда бы мне тарелочку так поставить, чтобы мне было удобненько. И вы думаете, ну конечно же, вот они подушечки диванные. Вот они cushions. Это вот эти небольшие подушечки, которые есть на диване. Вот cushions. Кушай, милый, кушай. Принесла вам жена что-то поесть такого сладенького, а вы на диване лежите, футбол смотрите. И говорит вам кушай, кушай. Вот. И подушечку такую, да, вы на подушечку поставили, вот эти специально как подносики. Да, представили себе. Вот они cushions. 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 Лампа. Может быть лампа, может быть не быть. A lamp. Дальше. Столик. Столик для кофе. Да, вот этот небольшой, маленький кофейный столик. Он так и называется. Coffee table. Мы с вами знаем слово table. Coffee table. Это маленький столик. Coffee table. Coffee table. Кресло. Смотрите, как будет стул. Chair. А это, что такое кресло? Где мы можем положить еще и руки? Наши руки, это будут arms. Вот именно вот эти вот руки, да. Это не просто ладошки, а это вот рука. Рука, вот вся рука. Это ам. Да? Ам-ам тебя укушу я за ручку. Сладенькая ты моя. Вот ам-ам за ручку. Да? Ам-ам. Это рука. И вы можете положить руки, да, вот на этот стол. Вот, на стул, на стол. Поэтому он называется ам-чир. 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 И что еще можно найти? Это plant. Plant. Plant – это растение. Плантация целая. Вот, да, растения, растения растут. Они plants. Они на плантациях. Плант, 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 да, плант. Это растение. Деск. Вот, возможно, мы с вами знаем как тейбл, как стол. Но мы еще с вами не знаем слово деск. Деск – это письменный стол. Деск. Да? А дискуссии вы проводите. Дискуссии за этим столом. Деск – он именно хороший для дискуссий. Поэтому он деск. Он, да? А вот, он письменный. Все дискуссии все обсуждаются за письменным столом. Деск. Деск – это письменный стол. Да? Окей. А кухня. Кухня как? Что там мы видим? Там льется рекой. Кефир. Да? Он течет. Kitchen. Kitchen. A kitchen. Плита. Это cooker. Ку-ка. Мы с вами знаем слово кук. И вот знаем, что э-е-р, да? Вот этот суффикс обозначает тот, кто это делает. То есть тот, кто готовит. Кукер. Кукер. Это плита. Холодильник. Фридж. Мы знаем с вами. Фридж. Фридж мы уже учили. Дальше. Там вот эти тумбочки, где у нас сохраняются. Там тарелочки, чашечки и так дальше. Называется cupboard. Cup. Board. Cup. Это чашка. Board. Это плоскость, да? Такая доска, скажем так, доска. Board. Это доска. Cup. Board. Cup. Board. Вот это сервант. Сервант. Но, смотрите, есть еще более такое современное. Да, это раньше там, да, чашечки вот стояли. А вот такие вот сервантики. Сейчас же вот вся стенка, которая там в кухне, да, вот эти все тумбочки, все-все-все-все, называется a kitchen unit. A kitchen unit. Это вот именно вот эта стенка кухни. Мебель. A kitchen unit. Стол, где мы кушаем, это a table. Вы знаете. Table. Стулья. Chairs. A chair. Стул, знаете. Можем найти еще и какое-то растение, да, какой-то вазончик. A plant. А можем еще и найти a dishwasher. Это посудомоечная машина. A dishwasher. Dish – это блюдо и тарелки. Да, вот именно вот блюдо, где мы, ну, как бы, куда мы, соответственно, все выкладываем, да, блюдо, блюдо, да, вот оно. Dish. Wash – это мыть. Соответственно, то, что мы моем эти блюда, это dishwasher. Итак, ok, it was the kitchen. Bathroom. Bathroom – это у нас ванная комната. A bathroom. Что мы можем там найти? Или ванную, a bath, и, или же, ну, или, и так же можно, и это еще и ванная, и душ. Shower. Душевая кабина, вот что я хотела, поэтому сказала или, или душевую кабину, да, а можно и то, и другое. A shower cabin. Таким будет, смотрите, душ, shower, мы с вами знаем, cabin, кабина. Shower cabin. A shower cabin. Зеркало. A, как? A mirror. Mirror. Стиральная машина. A washing machine. A washing machine. Да? Стиральная машина. Wash – машин, так и будет. Machine. Machine. Да? Machine. И умывальник, да, еще можно найти. Это a sink. Можете себе написать. A sink, да, потому что вот вы видите картинку, не все, скажем так, мы еще туда добавили немножко таких вот современных выражений, слов, да, то, что мы можем найти. Это a washing machine, a dishwasher, зеркало, a mirror, да, умывальник, sink, видим. Окей, let's train. И еще, перед тем, да, перед тем, как мы с вами начнем тренироваться, обратите, пожалуйста, внимание на парочку прилагательных, которые мы с вами будем активно использовать, характеризуя эти комнаты. Итак, мы можем сказать маленький. Какой будет маленький? Small. А можем сказать малюсенький. Tiny. Это называется вот эти strong adjectives, да, это сильные прилагательные. Вот мы с вами будем учить delicious, очень вкусный, да, можете, кто уже видел, можно просто сказать tasty, а можно сказать very tasty. Но ведь можно сказать и, oh, it's delicious, oh, это очень вкусно, это будет совсем другое слово, delicious. Вот так и здесь малюсенькая комната, она малюсенькая, малюсенькая, tiny, tiny, повторите, tiny, tiny, tiny flat, it's a tiny flat, it's a tiny bedroom. Уютная, cozy, может быть, comfortable, может быть, suitable, а может быть, cozy, это уютный. Co-zy, cozy. Для козы она уютная, понимаете? Такая квартира, что, или там, да, такая квартира, что козу, для козы она очень хорошая, поэтому она для cozy, для моей, для козочки она очень уютная, например, да. Вот, вот представили себе квартирку, где есть вот такие вот животные. The next, просторное. Просторное – это у нас spacious. Spacious. Spacious – это просторный. Смотрите, space – это космос, и это еще и пространство, поэтому имена, вот она, просторное, связанное с пространством, да, много пространства. Поэтому она spacious. Да, запомнили. Spacious. Spacious. Окей, let's train. Let's train. Итак, ее спальня не очень просторная, но там есть большая кровать и маленький шкаф. Ее комната сначала не очень просторная, первая часть. Ее комната не очень просторная. Her bedroom isn't very spacious. Her bedroom isn't very spacious. Но там есть большая кровать и маленький шкаф. But there is a big bed and a small wardrobe. Там есть зеркало. Is there a mirror? Да. Yes, there is. Там большое зеркало на стене. Стена – это будет wall. Там большое зеркало на стене. На. Прямо так и будет. На – он. То есть там есть. There is большое, большое, огромное. A large mirror on the wall. Если вы скажете a big mirror on the wall, тоже будет хорошо. There is a big mirror on the wall or there is a large mirror on the wall. Оно напротив двери. Напротив, как будет? Opposite. Вспоминаем. Вспоминаем directions, да, вот эти prepositions of place. It is opposite the door. В данном случае мы не можем сказать there is. Потому что почему? Потому что у нас нету самого предмета. Вот если бы мы сказали, что зеркало находится напротив двери, мы бы могли сказать, да, there is a mirror opposite the door. А вот так у нас, у нас местоимение. Все, если есть местоимение, мы не можем сказать there is it opposite the door. No, never. Поэтому there is opposite the door. It is opposite the door. The next. В ванной нет зеркала. В ванной нет зеркала. There isn't a mirror in the bathroom. There isn't a mirror in the bathroom. Я знаю. Я куплю его завтра. I know. I will buy it tomorrow. I will buy it tomorrow. Я также хочу купить больше коврик. То есть коврик побольше. Я также хочу купить коврик побольше для моей ванны. Я также хочу купить. I also want to buy больше коврик. a bigger carpet для моей ванны. For my bathroom. I also want to buy a bigger carpet for my bathroom. Что есть в твоей гостиной? Что есть где-то? What is there? Да? В твоей гостиной. Моя гостиная очень современная. My living room is very modern. Там нет много мебели. There isn't много мебели. Мебель. Смотрите, можем посчитать или нет? Furniture. Вроде бы можем, да? Но, смотрите, что мы можем посчитать? Шкафы можем посчитать, стулья, столы. Но само понятие мебель – это собирательное понятие. Это как деньги, помните? Поэтому мебель – это неисчисляемый объект. Поэтому мы будем говорить much furniture. There isn't much furniture. Но она более просторная. But it is more spacious. Там есть большой желтый диван с двумя удобными креслами. То есть, в них удобно сидеть. Там есть большой желтый диван с двумя удобными креслами. There is a big yellow sofa with two comfortable armchairs. Напротив дивана есть телевизор. There is a TV opposite the sofa. Или можем сказать Opposite the sofa, there is a TV. Можно так, можно так. В центре комнаты есть маленький коврик. В центре комнаты есть маленький коврик. There is a small... Коврик давайте такой большой, да? There is a small rug. Или же There is a small carpet in the center of the room. There is a small rug. Либо There is a small carpet in the center of the room. Есть большое окно с белыми занавесками. С белыми шторками. Есть большое окно с белыми шторками. Есть ли в комнате книжный шкаф или стол? Или письменный стол? Есть ли в комнате книжный шкаф или письменный стол? Нет, там есть только маленький кофейный столик перед окном. Нет, там есть только маленький кофейный столик перед окном. Есть ли в комнате растения, в озоне, да? Есть ли в комнате в озончики? Да, есть два больших в озонах. Yes, there are two big plants. Yes, there are two big plants. The first one is next to the armchair. Итак, второе растение слева от телевизора. The second plant is to the left of the TV. The second plant is to the left of the TV. Есть ли в кухне посудомоечная машина? Is there, посудомоечная машина, a dishwasher, на кухне? In the kitchen. Да, у меня есть современная техника для кухни. Вот это кухонная техника. Я купила новый холодильник и плиту в прошлом году. Я купила новый холодильник и плиту в прошлом году. Моя новая кухонная стенка, да, то есть вот эта стенка, мебель, моя новая новая кухонная мебель, кухонная стенка так же дороже, чем я имела. Есть более дорогая, чем я имела. Моя новая кухонная стенка более дорогая, чем я имела. Моя новая кухонная стенка также более дорогая, чем я имела. Моя новая кухонная стенка также более дорогая, чем я имела. Сколько спален есть там? То есть в комнате, да? Сколько спален есть там? How many bedrooms are there? How many bedrooms are there? Две спальни. Там две спальни. There are two bedrooms. Если в квартире гостиная, вот вы, например, спрашиваете, да, вы хотите арендовать квартиру, и вы спрашиваете, есть ли в квартире гостиная? Is there a living room? Да, там есть большая, просторная гостиная с двумя большими окнами. Да, там есть большая, просторная гостиная с двумя большими окнами. Yes, there is a big, просторная, spacious living room с двумя большими окнами. With two big windows. Или with two large windows. Large – это такими большими, да, громадными. With two large windows. Окна имеют вид на парк. Вот, помните, когда мы с вами говорили об отеле, у нас был sea view, да, sea view, как бы вид на море. А здесь park view, да, вид на парк. Вот они имеют вид на парк, то есть окна. Что есть в ванной? What is there in the bathroom? Там есть душевая кабина, большое зеркало, умывальник и стиральная машина. Итак, там есть что-то где-то есть. There is, there is душевая кабина, a shower cabin, there is a shower cabin, большое зеркало, a big mirror, или можно сказать a large mirror, умывальник, a sink и стиральная машина. Она такая же просторная, то есть ванная комната, да, ванная комната такая же просторная, как и другие комнаты в квартире. То есть они все просторные. Ванная комната такая же просторная, как и другие комнаты в квартире. Вы живете в съемной квартире? Она живет в съемной квартире? Мы будем жить в съемной квартире? Да, к сожалению, она малюсенькая, и там есть только кухня, спальня, а спальная комната, да? Да, она, к сожалению, она малюсенькая. Yes, к сожалению. Unfortunately. Запомнили, да? Unfortunately. Она малюсенькая. It is tiny. Unfortunately, it is tiny. И имеет. And, или можно сказать, and has, или and there is only a bedroom, bathroom and a kitchen. Ну, если переставили, там ничего страшного, да? Там a bedroom, a kitchen and a bathroom. Вот вы, например, хотите снять квартиру, да? И спрашиваете, какая цена за месяц? Какая цена за месяц, да, чтобы платить? Цена, помните? Это price. Или можно сказать rate. Да? Ну, здесь давайте будем употреблять price. Price как цена, да? Потому что вы платите вот за это, как будто, как плата, да? So, price, цена. Как будто месячная цена. Monthly. Monthly price. Monthly price. Что есть за месячная цена? What is the monthly price? What is the monthly price? Я плачу 300 долларов. I pay 300 dollars. I pay 300 dollars. Я плачу 385 долларов. Вспомним. I pay 385 dollars. Ты вынужден платить наперед? Вынужден, да, помните? Опять же, когда мы с ним говорили с вами об отеле, вынужден ли я заплатить наперед, да? Должен ли я что-то делать, как мы говорили? Запомнили это, выучили? Do you have to, да? А здесь ты должен платить наперед? Do you have to pay in advance? Do you have to pay in advance? Да. Yes, I do. Ну что ж, итак, давайте вспомним. Ванная. Bathroom. Спальня. Bedroom. Кухня. Kitchen. А гостиная? Living room. Я живу в окрестностях. Я живу в окрестностях. I live on outskirts. I live on outskirts. Я живу в центре. I live in the center. Я живу в деловой части города. I live downtown. Я живу за пределами города, да, то есть в пригороде. В пригороде. Я живу в пригороде. I live in suburbs. I live in suburbs. On outskirts, in suburbs. Запомнили? У меня удобная комната, уютная комната. Уютная. I have a cozy room. Я имею просторную комнату. I have a spacious room. У меня малюсенькая квартира. I have a tiny flat. Квартира Вики просторная. Квартира Олега удобная. I live flat is comfortable. Там есть светлые занавески, светлые шторки. There are светлые light curtains. There are light curtains. Просторный шкаф. A spacious wardrobe. Уютное кресло. A cozy armchair. Удобный диван. A comfortable sofa. Маленькие подушечки. Small cushions. Small cushions. Красивый коврик. Beautiful. A beautiful carpet. Или же большой толстый ковер. A beautiful rug. A beautiful rug. Плита. Новая. Современная плита. A new modern cooker. A new modern cooker. Новая стенка в кухне. Кухонная стенка. A new kitchen unit. Так, что еще? Что еще мы не знали с вами? Зеркало. A mirror. A mirror. Да, большое зеркало. A large mirror. Ну что ж, мы сегодня с вами поработали с теми словами, которые нам помогут рассказать о том, что у нас находится в квартире. Также, как я вам уже говорила, постарайтесь дома рассказать о том месте, где вы живете, о своем городе, что там есть, что находится возле вашего дома, что находится у вас в квартире, где она находится, что находится у вас в комнате. А глянитесь вокруг и расскажите о том, что вас окружает на английском языке. Вы все это можете. Поверьте мне. Да? Окей? И тренируемся, тренируемся и учим эти слова. Нужны еще слова? Смотрим словарик. Смотрим схемки. Обязательно проработайте. Возьмите оттуда те слова, которые вам нужны. Те слова, которые вы будете употреблять. Потому что, как я вам уже говорила, то, что будете употреблять, оно запомнится. То, что не будете употреблять, оно забудется. Да, и это будет нормально. Поэтому отберите те слова, те, что вам действительно пригодят, те, что вы будете употреблять. Окей? И отработайте их очень-очень хорошо. Поскладывайте с ними различные предложения. Наговорились? Окей. So, thank you very much. See you next time for a grammar lesson. See you. Bye-bye.